Здравствуйте! Вот наша родина-мать Земля, планета Земля, является в Солнечной системе объектом уникальным. Она обладает очень крупным спутником, так сказать, Луной. Вот у Марса есть два совсем малюсеньких спутника, Фобос и Деймос, страх и ужас. Это какие-то астероиды, которые Марс подобрал во время своего существования. А вот у Земли Луна, и образовалась она необыкновенным способом. Землю ударилась в другая планета, величиной приблизительно с Марса. И вот такая вот капля, энергии выделилось очень много, капля расплавленного горного материала разорвалась и превратилась в две планеты. В Землю, собственно Землю, и в Луну. Уникальная вещь. И вот по поводу жизни на Земле. Сколь важна Луна для жизни на нашей планете. Ну, тот факт, что Луна вызывает приливы в океанах и морях, он широко известен. И я еще помню, в детстве нам объясняли, что если бы не было приливов у нас на планете, в наших морях, то жизни очень бы трудно было бы выбраться на сушу. А то, говорит, были такие моменты, что вроде живет животное где-нибудь в морской пучине, а тут вдруг вода схлынула, она оказалась на суше. Волей-неволей некоторые, значит, животные приспосабились к жизни на Земле. Но оно бы по другому поводу, наверное, приспособились бы. Наверное, скорее всего. Но вот оказывается, Луна играет в жизни всей биосферы Земли грандиозную совершенно роль. Дело в том, что на нашу планету оказывает воздействие возмущающее, как это говорят, возмущение в нашу орбиту, вносят в орбиту нашей Земли, вносят планеты-гигант Юпитер. Регулярно, когда мы оказываемся на одной линии с ней, Земля и Юпитер, Юпитер действует на нашу планету, искажает. Начинает, не только он сдвигает ее, он не сдвигает ее, он заставляет немножко процесировать ось орбиты. Ось нашей, ось планеты Земля, не орбиты планеты. Так, ось вращения Земли, земную ось. Чуть-чуть поворачиваться, чуть-чуть изменять свое положение. Вот как вот мы берем, например, велосипедное колесо, вращаем, и попытаемся его повернуть, исказить. Мы притягиваем его, а он, значит, поворачивается. Можете сами проэкспериментировать, только будьте осторожны. Но и менялось бы это положение, если бы не было Луны, очень сильно. Причем бывало бы так, что иногда ось была бы вообще в плоскости орбиты. То есть не было бы понятия полярный день, да, вообще просто вот планета полюсом повернута к Солнцу, а другим полюсом от Солнца. И вот нет экватора, экваториальная температура на полюсе, но полгода. Ну, значит, кошмар был бы. Совершенно кошмарная биосфера была бы. И причем это положение менялось бы очень часто и хаотически. Но часто это, правда, с периодом где-нибудь миллион лет. Не вот те вот прям вот сегодня просыпаемся, а мы уже на экваторе. Нет, такого не было бы. А вот Луна у нас такой длинный-длинный противовес, да. Момент инерции сразу возрастает во много-много раз. Луна, конечно, много легче Земли, но зато радиус-то лунной орбиты 300 с лишним тысяч километров. Это в 50 раз больше, чем радиус Земли. Значит, момент инерции во сколько раз больше это будет? 50 в квадрате. Очень много. То есть вот благодаря Луне наша ось вращения, ось вращения Земли не меняет свое положение хаотически в пространстве. И мы примерно все живем в одном и том же климате, в котором мы родились, в таком и живем. И вот биосфера-то в таком климате развивается спокойно, равномерно. Тропические животные и растения в тропическом климате, полярные в полярном, и ничего там не меняется. Это очень важно. Постоянство для жизни на Земле имеет огромное значение. Вот для чего нужна оказывается Земля-Луна. Спасибо за внимание. Всех вам благ, удачи. Продолжение следует...